Я обратилась с ребенком за первой экстренной помощью. У ребенка болит голова. Пожалуйста, можете оказать помощь ребенку? Можете представиться, кто вы? Можно я посмотрю, кто вы? Не надо меня... Вы что делаете? Можно я посмотрю, кто вы? Не надо на меня смотреть. Пальчук. Ой, пасекала. Вы меня сейчас ударили! Привет! Доброго времени! Рада вас приветствовать! Судя по названию, я думаю, что вы поняли, что видео такое. Не из-за розовых фламинго. У нас, конечно, ситуация произошла. Вот мне бы кто-то рассказал, я бы в жизнь никогда не поверила. Я бы сказала, что да быть такого не может. Да не может быть такого, чтобы педиатр нанесла побои маме, когда мама обратилась за помощью с ребенком. Я бы не поверила. Но не было бы так печально, если бы это было на самом деле так. Небольшое предисловие расскажу. И потом покажу, что мы отснимали. Значит, у Артема в детстве, ему ставили, у него был диагноз внутричерепное давление. И с возрастом оно стало меньше проявлять себя. И, значит, год назад он лежал в больнице и тоже проходил обследование по поводу головных болей. И, значит, тут он мне говорит, мам, у меня болит голова очень сильно. Я говорю, Артем, давайте дам таблетку. Я ему даю таблетку, он ее выпивает. Через время мне говорит, мам, мне не помогла. Я говорю, давай-то еще вот эту таблетку. Ну и все, не подходит, не подходит. Я такая у него спросила, говорю, как ты? Да ничего, сейчас полежу, может пройдет. Потом в 12 часов ночи он меня уже будет и говорит о том, что, мам, у меня голова не проходит, болит еще сильнее. Я говорю, ну как бы у нас сейчас скорую вообще нет смысла вызывать, потому что функция, какая скорая будет, она просто отвезет детские приемные отделения. Я говорю, Артем, давай, мы, наверное, сейчас, мы из поселка, мы же не в городе живем, мы из поселка, нам будет проще и быстрее доехать самим туда. То есть тебе быстрее окажут медицинскую помощь. Чем мы будем ждать, пока доедет скорая, пока, то есть, мы оформим здесь документы и уже все спят, чтобы тоже никого не будить, поехали сами. Мы, значит, вот это собираемся, я вся вообще сонная. Едем, значит, в этот приемник. Я спала, то есть он мне поднял с кровати. И вот эти мои переживания, я даже не взяла с собой телефон. Вот я даже туда, вот в этот приемник, не взяла с собой телефон, не говоря уже о камере. Хотя я ее всегда с собой беру. Тут мне было абсолютно уже не до этого. И я очень сильно пожалела, что мне было именно не до этого, что я не взяла с собой камеру. В общем, ситуация какая, приезжаем мы туда. В приемнике никого нет, сидит медсестра. Ну, мне кажется, это классика. Ждем мы, значит, врача. Я уж не знаю, сколько мы ее там прождали. Может быть, минут 15-20. За это время, пока мы ее ждали, медсестра замерила ему температуру, давление и сердцебиение. Медсестра ему замерила. Спускается, значит, какая-то женщина такая, ну, спрашивает, я объясняю, что у ребенка очень сильно болит голова, он не может заснуть. Она такая, угу, угу, такая про гукола мне. Потом, давай, говорит, я тебя послушаю. Она его слушает. Ну, все, говорит, одевайся. Сидит, пишет. Я, ну, я смотрю, думаю, ну, сейчас же ребенку окажешь медицинскую помощь. И все, она говорит, все, до свидания. Я говорю, то есть, до свидания. Мне вы ребенку окажите, пожалуйста, какую-то помощь. У нее очень сильно болит голова. Мы, говорит, приехали к вам с поселка, окажите ребенку какую-то помощь. Мы же приехали за экстренной медицинской помощью. Что вы думаете? Она мне, значит, такая сидит и говорит. У нас, говорит, уже как два года нет никаких лекарств. Нету, говорит, ничего. Ни таблеток, ни уколов, ничего нет. Я на нее смотрю, говорит, то есть, нет. Помогите хоть как-то ребенку. То есть, у нас, говорю, у нас нет круглосуточных аптек. Просто их нет. Я даже сейчас не могу. Даже если вы мне сейчас что-то выпишите. Она говорит, а я вам ничего выписывать не буду. У меня тут вообще шары были просто на выкат. Я говорю, то есть. То есть, и вы не будете давать таблетки? Она говорит, нет, откуда я тебе сейчас? Говорит, фокусница, что ли? Я говорю, то есть, фокусница. Она говорит, я что, из кармана достану таблетки тебе или укол? У нас ничего нет. Думаю, оригинально. Фокусница. Я, когда она мне про эту фокусницу сказала, про из кармана то, что она мне вытащит, я усомнилась. Я думаю, может, я вовсе не с врачом разговариваю. Может, это, ну, как бы, ну, бог знает, да, кто это. Я говорю, подождите, а давайте я сейчас достану камеру. У Артема прошу телефон. Артем говорит, дай мне твой телефон. Я говорю, скажите мне, это то же самое на камеру? Что сейчас мы к вам приехали с экстренной медицинской помощью, и вы отказываетесь нам оказать медицинскую помощь всякую. То есть, она мне подает этот листочек, а в этом листочке дается, знаете, что, рекомендациям обратиться к нервопатологу и к окулисту. Классно? То есть, у ребенка может быть, ну, что и угодно, да, там может какой-то сосуд в мозге лопнуть. И инсульт. И мне кажется, что угодно может быть, когда у ребенка сильно болит голова. Ну, и как минимум надо сделать какое-то, ну, обследование. Голова, это же не пальчик, который там болит, да? Это же голова. Ну, нет. То есть, она говорит, да, завтра идите. Я говорю, он умирает, он от боли. Умирает, он стонет от боли. Ну, ничего страшного, идите, она мне говорит. Я говорю, подождите. Я достаю у Артема, прошу телефон. Я говорю, Артем, дай мне телефон. Я говорю, скажите мне, это то же самое сейчас на видеокамеру, что вы отказываетесь нам помочь. И она мне такая, говорит, я, да я вообще запрещаю вам снимать. Я говорю, подождите, я нахожусь в общественном месте. Я имею право здесь осуществлять съемку на основании статьи 29 Конституции Российской Федерации. И то, что вы мне запрещаете, ну, по сути, вот это даже сейчас, да, это вот мы сейчас с вами разговариваем, это самоуправство в моем понимании. Ну, значит, я эту включаю камеру. И что вы думаете, она начинает делать? Она начинает собирать свои пожитки, вот эти свои вещички начинает собирать. Она собирает их. Я говорю, вы можете представиться? Вот, мы к вам приехали за экстренной медицинской помощью. Вы можете нам представиться? Она такая, да я, я не буду вам представляться. И идет на меня. У меня в голове мысли о том, что человек идет для того, чтобы я на ее бейджике прочитала, кто она. Потому что у меня были такие случаи, когда, ой, да кто нас, смотри, читай. Ну, мол, с таким, знаете, пренебрежением тебе надо, кто я, на, прочитай. И я тут, представьте, вся сконцентрирована на внимании на ее бейджик. Держу в правой руке телефон. Снимаю же я это все. И она, значит, идет на меня. Я смотрю вся на бейджик. У меня все мысли, вот, прочитать, кто это. Значит, она подходит и меня ударяет в правое плечо. Там, где я вот держу телефон, и она меня ударяет в правое плечо. То есть, плечом. Я, я просто, у меня не было, у меня шок был. Во-первых, она дальше пытается махать руками, отобрать мне этот телефон. И у меня же, получается, освобожает, что и свободна только левая рука. Я левую руку, левую руку выставляю, чтобы как-то от нее оградиться. Чтобы хоть как-то. Я говорю, как вас зовут-то? То есть, у меня настолько в этот момент, видно, ну, мозг вообще как бы отключился. Я не понимала, что человек на меня нападает. Человек сейчас наносит мне побои. То есть, я пыталась понять, кто это. Пыталась прочитать, я говорю, кто вы, кто вы. И дальше, представляете, то есть, у тебя человек пытается понять, кто ты. У тебя спрашивает, кто ты. Значит, вот это она меня пинала-пинала. Она толкала, она меня под ребра, потом вот так начала пинать. Ну, как бы не пинать, толкать начала. И потом, что вы думаете, она берет меня и двумя руками толкает. И меня аж разворачивает, и я ударяюсь об скамейку металлическую ногой. У меня просто был дальнейший шок, когда я сказала, вы меня ударили. Вы просто, вы меня сейчас ударили. Мне больно. И человека, представьте, медицинский работник, на минуточку, педиатр, детский педиатр. Она говорит, она видит, что человек загинается от боли, человеку больно. И она, знаете, какие у нее слова? Вызовите полицию. Можете себе представить? У меня, я просто говорю, у меня был шок. Мало того, что мы приехали, ты отказала ребенку в экстренной медицинской помощи. Отказала. Ты просто, ты просто отказала. Ты по-хамски себя вела. И после этого, после того, как ты ребенку отказала оказать первую экстренную медицинскую помощь, ты даже не предложила его госпитализировать на какое-то обследование, не направлено ни на какое экстренное обследование. Никуда человек посчитал нужным решить вопрос бегством и нанесением побоев. Ну, вот такая вот у нас была история. Включу сейчас вам. Вот, посмотрите. Девятая Конституция Российской Федерации. Мы с вами находимся в общественном месте. Моя фамилия Булат Оксана Александровна. Я обратилась с ребенком за первой экстренной помощью. У ребенка болит голова. Пожалуйста, можете оказать помощь ребенку? Можете представиться, кто вы? Можно я посмотрю, кто вы? Не надо меня... Вы что делаете? Можно я посмотрю, кто вы? Не надо на меня смотреть. Непальчук. Ой, что ты, Николай. Вы меня сейчас ударили! Вы меня сейчас толкнули, и вы меня ударили! Где я вас ударила? Вы меня толкнули, и я сейчас об стул ударилась. Алло, вызывай полицию. Вызывайте полицию! У меня все зафиксировано на камере. Вызывайте, пожалуйста, полицию! Ну, как вам? У меня, я говорю, у меня нет слов. Самое страшное в этой всей ситуации, что у нас детское приемное отделение, и когда ребенок туда попадает, ты его навещать не можешь. Не можешь! Уживаешь ребенка, туда забирают. И если в любом взрослом отделении ты можешь гулять с пяти до семи, ты можешь выйти подышать своим же воздухом, здесь даже если придут твои родители, тебя не выпустят. Ты не можешь выйти. Неважно, с чем тебя туда положили. С кашлем, с головной болью, с инфекцией какой-то кишечной. Неважно, с чем. Передачки тебе тоже, тебя контролируют. Тебе прям ковыряются и проверяют, что ты принес. И там целый список того, чего нельзя принести. Дети кладут ребенка одного с четырех лет. То есть, если ребенку четыре года, и нет мест, то есть переполнено отделение, что у нас чаще всего и бывает, то кладут ребенка одного. То есть, без присутствия родителей. Ты с ребенком можешь пообщаться или через окно. Это если ребенок на первом, на втором этаже, да, выше ты уже как? Ты его просто не увидишь. Там окна же тоже запрещено открывать. То есть, ты с ребенком по телефону, но в прошлый раз у нас у ребенка забрали зарядку. Представляете? И когда я, потом у нас, у нас уже были какие-то ситуации тогда, когда что-то Артема то ли толкнуло его там, то ли врач, то ли медсестра. И получается, что там дети находятся беззащитные, просто беззащитные. Я когда Артему говорила, он говорит, приходит врач и по-хамски общается, грубит тебе, может оскорбить, как угодно. Я говорю, Артем, включи камеру и запиши это все на камеру. Он говорит, мам, ты что? Тут все отбирают. Тут отбирают и не дай бог увидят, что ты снимаешь. Я говорю, так я что-то понять не могу. Мы вроде как в свободной стране. Ты вроде как не лишен свободы. Ты не в местах, там, где лишают свободы. Это не наказание никакое. Ты туда лег для восстановления своего здоровья. Как может быть такое? И вот представьте, вот этот врач, вот эта дамочка, которая нападает, она, видно, уже привыкла, что она с детьми там так себя ведет. И спустилась, она же дежурная, ее, видно, случайно поставили сюда дежурным врачом. И она, по всей видимости, забылась, что она сейчас находится не с детьми, которым ты можешь управлять, и потом сказать, не было такого. Не было такого. Ничего такого не было. Вызвали значную полицию, взяла ее направление на побои. Мы дома с Анютой, у меня на плече кровоподтеки были, на ноге. Чудеса. Я пришла снимать побои, и мне, там же написано вся, что там врач, детская педа, врач-педиатр, в детском приемном отделении, там толкнул, тра-та-та. И он же это читает. А в каком приемном отделении? Я говорю, так у вас здесь. Он такой, м-м-м. Такой, м-м-м, м-м-м. Это в этом. Там есть снятие побоев. Я ему говорю, ну, у меня вот здесь вот кровоподтек, и под ребрами кровоподтек. Он говорит, я ничего не вижу. Я говорю, ну как, ну я же вот вижу кровоподтек, как сетка идет. Он говорит, нет, ничего нет. Я говорю, м-м-м. И тут я вспомнила, знаете, так как у меня сестра медик, и она говорила, Оксана, мы медики друг друга всегда прикроем. Всегда. Медика очень тяжело как-то в чем-то там обвинить. Это, говорит, должна быть какая-то очень серьезная ошибка. Представляете? Дальше меня, конечно, тоже, когда приехала полиция, меня шокировало еще больше. Когда мне сотрудник полиции, который приехал, он мне начал утверждать о том, что я не имею права снимать в общественном месте человека. Не имею права. И я говорю, подождите, а сотрудников полиции я имею право снимать? Вот я сейчас достану камеру, имею право снимать. Он говорит, сотрудника полиции, да. Я говорю, да. А врача нет? А почему врача-то нет? Ну вот врач, там, тра-та-та, нельзя. И опубликовывать это видео нельзя. Я говорю, а как же у нас 29-я статья Конституции? Куда мы ее, мы ее уже, она у нас все, мы ее не будем учитывать. Мы будем творить все, что хочем. Мы будем нарушать права, да. Мы будем отказывать в медицинской помощи. Мы будем наносить побои. Это, то есть, получается, если бы я вот это не сняла, как человек на меня накинулся, как человек начал наносить мне побои, то получается, то тогда, ну, у меня даже доказательств никаких нет. То есть, ты пришел снимать побои, а тебе говорят, нет, я ничего не вижу. Ничего нет. Ничего. Я говорю, ну как ничего нет? У меня же кровопотеки. То есть, у меня с сеткой, знаете, она явно синяк. Мне надо было подождать, не сразу идти, когда проявится. Но этот врач мне вот этот же тоже в этом, когда побои, который снимает, я говорю, ну, вы знаете, у меня видео есть. У меня есть видео, на котором все видно, что человек на меня первый начал нападать. И начал не просто подходить, а начал рукоприкороладство делать, что человек сначала меня прям с плеча ударил. То есть, человек подошел, он мне не сказал, не извините, дайте мне пройти. Да вообще, почему ты должна уходить, с тобой разговаривают? Какое ты имеешь право, не оказав никакой медицинской помощи, просто повернуться и уйти? Ну, какое? Ну, в моем понимании, так не должно быть. Детский врач-педиатр обязан, обязан оказать ребенку помощь. Куда у нас вообще катится наш мир? Как так перешагнуть через ребенка и сказать, ты ночью еще мучаешься, а утром сходишь к нейропатологу, а к нейропатологу еще неизвестно, попадешь ты или нет. К окулисту так вообще молчу. Ну, вы сами же знаете, что это же, ну, приходишь и сразу, приходишь и сразу к окулисту проходишь. В общем, вот такая история у нас. Не знаю я, как это все. У меня вот эпитетов, вот в голове, даже не знаю, какие правильно подобрать, чтобы охарактеризовать детского врача-педиатра, который может себе позволить такие вообще просто выходки. В моем понимании, я даже не знаю, как это сказать культурно, выразиться культурно, чтобы человека не оскорбить сейчас. Но у меня просто масса-масса негодования, когда к моему ребенку так отнеслись и ко всему еще и ко мне. Я приехала, мать приехала за помощью к врачу с ребенком, ребенку помощь не оказали, мать избили. Все, занавес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова